Давид, серебряная медаль, понятно для лидера, не то, что он рассчитывает, приезжая на соревнования. Вот по схватке, скажи, ключевым случилось то, что вот на 4 балла улетел. Да, ошибку допустил и наказан был за него. Он не смог исправить ее, не смог отыграть. С соперником, которого знаешь, детство, нужно как-то по-особенному было готовиться. Вот какой план был, что хотел сделать по ходу схватки? Конкретного такого плана не было. Своей борьбой бороться, первым номером бороться, искать атаки, искать свои приемы. Хотел так победить, но не вышло. Помимо финала, какой еще был тяжелый поединок сегодня и с кем? Все по-своему тяжелые были. И первая схватка тяжело удалась. Ну, все были тяжелые, хорошие соперники были. И с одним из них нельзя было расслабляться. А подготовка твоя, вот сказалось то, что столько перерывов было, изоляции вообще вот на твою подготовку? Или у тебя был свой какой-то план, по которому ты работал? Ну, все в равных условиях. Не только у меня был перерыв, у всех был перерыв. И кто-то выбрал, кто-то нет, это на подготовке тоже зависит. Наверное, не заслужил победу. Это, безусловно, побеждает сильнейший. Но ты не первый раз, мы уже видим, когда ты проигрывая, вытаскиваешь схватки, сложные схватки. Вот что происходит в голове борца? О чем думает борец, который сначала пропустил и должен отыграть? Как это происходит, мыслительный процесс? Или ты просто на автомате это делаешь? Там особо времени не бывает, чтобы там осмыслить, все там обнимать. Там в каких моментах какая-то сноровка нужна, наверное. Иногда получается, иногда нет. Главное верить до конца в победу. И иногда побежать. А это тренируется качество? Вот на тренировках это возможно отработать? Или это черта характера? Ну, на тренировках тоже до конца, если борешься, то получается, что-то так сказать. Но тренировки и соревнования – это разные вещи. Кто-то на тренировках хорошо борется, а на соревнованиях что-то не то с ним бывает. Поэтому, ну, можно это наработать, но все-таки соревнования – это другое. Конечно. Больше в моральном плане нужно. Последний вопрос. В следующем году, в 2021 году, в какую категорию пойдешь? А пока не знаю. Вверх-вниз? Не знаю. Сейчас пока все пошло не по плану. И нам надо обдумать хорошенько, что делать дальше. В любом случае 70 – не олимпийский вес. Да. Ну, ты всех соперников знаешь и в 65, и в 74, да? Ну, соперники и там, и там хорошие. Дело не в соперниках. В моих кондициях. Желаю определиться с категорией и без травм, без болезней. Счастливо. Всего доброго.